Я вам хорошее дело подскажу, как я дожила до такого большого возраста. Сколько вам лет? Ну, с 27-го года рождения, считай, сколько. А, 96. 96. Значит, мне было 45 лет, я была разбитая корыта. У меня был остеходроз, склероз, камни, почка, бессонница, аллергия пищевая. Вот, я, значит, прочитала, мне попалась книжка профессора Николаева «Голодание ради здоровья». Я ее внимательно прочитала и стала делать так, как он советует. У нас в крови красные кровяные дельца и белые. Красный разносит кислород, а белая пищу и борется с микробами. Если вы заболели и продолжали идти кушать, значит, вы кормите не только себя, вы кормите эти микробы. Если вы перестаете кушать, значит, вы не кормите микробы. И что делают эти белые кровяные дельца? Они такие работящие. Вы хотите здесь, а вы едите. А вас кормить надо. Они начинают рыскать, переходят на внутреннее питание. А что такое внутреннее питание? Это клетки, которые заболели от больной клетки. И онкология, например, это тоже больные клетки. И вот эти больные клетки и снегают их белые кровяные кристаллы. И вы выздоравливаете. Но голодать надо... В общем, нельзя голодать без... Без врачей можно голодать от 3 до 7 дней. А вообще я голодала по 3 дня. Даже не 3 дня, а 60 часов. Вот вечером я покушаю. За следующего вечера 24 часа. За следующего вечера 48. Еще передачу его тебе 60 часов. Вот я 60 часов проголодаю. А потом нельзя после голода... В общем, обжираться. Надо... Я ем чай с молочком и с хлебом. Один день. А потом ешь, что хочешь. И вот один раз. А при голодании ничего не будете кушать, да? Даже пить? При голодании ничего не... Пить можно. А пить... Ну, пить воду можно. А можно, да? Можно воду пить. Даже нужно. Нельзя. Организм без воды оставлять нельзя. Это очень вредно. А не есть можно. И вот так я лечилась. И что, вы думаете? Дожила до такого возраста. Еще хожу. Вот так. Вот вам... Спасибо. Долгий славный... Так это один... Это голодание. Второе. Второе. Это врач, который лечил космонавтов. Он пришел к выводу, что у молодых 6,5% углекислого газа, а не кислорода в крови. А потом углекислого газа становится меньше, и всякие болезни вот эти старшиеся цепляются. Поэтому он советовал пополнять организм углекислым газом. Как? А очень просто. Мы удыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Поэтому надо задерживать этот углекислый газ. Как я делаю? Я делаю уже много лет дыхательную гимнастику. Утром проснулась, глубоко вдохнула, задержала дыхание на полминуты, до 30 считаю, выдохнула. И так 20 минут, 40 раз подышала. Что это мне дает? Это, во-первых, нормализует состав крови. Во-вторых, если есть диабет, то диабет проходит.